Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 11 апреля, день Марка, назван в честь преподобного отца Марка. Он разрушил языческое капище и многих людей наставил на правильный путь спасения. Когда начались гонения и толпа желала расправы, он смело вышел сам. Он потерпел множество мучений. Каждый старался к множеству различных пыток прибавить свой, особо придуманный род мучений. Но, видя несокрушимую крепость святого Марка, сделали скроткими. Обратились к святой вере, и все сделали с христианами. В народе сегодняшний день называли Иван Пустынник, Кирилл, День Березы, Берещение, Марк. Сегодня принято было идти в Березовую рощу. Был культ поклонения березы, которая в славянской традиции считалась символом жизни и здоровья. Считалось, что сегодня березовый сок особенно вкусный и обладал чудодейственной силой. С собранным сегодня соком знахари лечили больных, а также пили на счастье и здоровье. Вообще березовый сок применяли для лечения желудочных заболеваний и очищения крови. Верили, что если слегка ударить заболевшего ребенка березовым прутиком, то болезнь в тот же миг покинет тело, и ребенок выздоровеет. Для защиты дома от молнии в крышу втыкали ветку березы. И все потому, что в место, где растут березы, молния никогда не бьет. Чтобы избавиться от тоски и дурных мыслей, рекомендовалось подойти к березе, обнять ее руками и простоять так некоторое время. Береза забирает у человека негатив, а взамен наделить его чистой положительной энергией. Только обнимать рекомендовалось здоровое дерево. Если на березе присутствовали наросты, это было признаком того, что на дерево совершено пагубное магическое воздействие. Приметы. Обилие березового сока лета будет дождливым. Березки опушаются рано к сухому лету. Было поверье, если под корни березы вылить воду, в которой купался больной человек, то болезнь уйдет в землю. Сильный ливень сегодня к урожаю овса. Гуси на лед выходят. Весеннее тепло наступит не скоро. Сороки гнезда низко бьют, значит летом будут грозы. Облака быстро бегут в одну сторону, к жаре в ближайшее время. Седьмые лунные сутки Окружающее нас пространство меняется каждые лунные сутки, открывая пытливому, целеустремленному человеку все новые и новые возможности. Работать со стихиями и духами природы. Остерегайтесь сегодня произносить ненужные слова и не рвите бумагу. Вообще сегодня меньше говорите и ни в коем случае не врите. Вас сегодня слышат и могут исполнить ваши желания. Поэтому проявите должное уважение и разум. Тем более, что сегодня вас могут провоцировать на плохие поступки, чтобы отнять эту удивительную возможность. Сегодня не рвите зубы и обязательно потренируйте руки. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!